С первыми лучами солнца, когда альпагу и его друг сделали свой шаг в неизвестность, они не знали о приключениях, которые их ждали. Они отправились вглубь таежного леса. Этот лес был известен как одна из самых обширных и диких земель в мире. Здесь они намеревались исследовать бесконечную красоту природы, понаблюдать за дикими животными и немного отвлечься от напряженной атмосферы современного мира точка, когда они добрались до леса. Они нашли идеальное место, стоящее на берегу реки, как будто ожидая их. Они быстро установили свои палатки и разложили свои вещи. Мелодичный поток реки окутал их умиротворением, ласкающим их души. Они были окружены множеством деревьев, растений и щебетанием птиц. Воздух леса был чистым и освежающим, как будто он возродился июле. Они чувствовали, что ступили в райский уголок. В первые дни они отправлялись на прогулки вглубь леса, фотографировали, разводили костры и готовили блюда, чтобы увековечить уникальные природные пейзажи. Когда они удалились в свою палатку на закате, они подумали, что все прошло идеально точка, однако, проснувшись на следующее утро, они почувствовали что-то странное. Перед их палаткой были огромные когтистые следы. Эти следы уходили в воды реки. Пока альпагу с тревогой смотрел на своего приятеля, единственная мысль, которая пришла им в голову, заключалась в том, что эти следы могли принадлежать медведю. Возможно, он просто пришел попить воды, не намереваясь причинить им вред. На это они возлагали большие надежды точка, тем не менее, они решили не рисковать своей безопасностью и собрали свои палатки и отправились на поиски нового убежища вдали от своих следов. Они нашли более спокойное и обнадеживающее место на другом берегу реки в лесу. Они снова установили свои палатки и расставили свои вещи точка, когда они решили порыбачить днем. Они обнаружили, что в реке обитает крупная и вкусная рыба. Они готовили пойманную рыбу на огне и наслаждались вкусной едой. Отдыхая после еды, они были опьянены спокойствием окружающей их природы, точка ближе к вечеру, они отправились на прогулку вглубь леса. На этот раз лес казался более темным и густым. Вокруг них раздавались странные звуки, крики животных, шелест листьев, ломающиеся ветки. Лес, как будто он пытался с ними поговорить, точка внезапно к ним подошел пожилой мужчина и обратил на него все их внимание. С его длинной белой бородой, грязной и рваной одеждой, полосатым и бледным лицом он был похож на лесной клочок. Опираясь на трость в руке, он смотрел на них удивленными и любопытными глазами. Он представился как Владимир, много лет назад он укрылся в этом лесу, спасаясь от шума и суеты современной жизни. Он сказал, что любит лес, как дом, что он знает его секреты, мудрости и опасности, точка, но этот лес не был таким невинным местом, как они думали. Это было внутри враждебного людям царства, населенного темными существами. Эти существа были существами со сверхъестественными способностями, способными принимать человеческий облик, которых называли такими именами, как оборотни, вампиры, ведьмы, призраки и зомби. Эти существа, питаемые человеческой кровью, насыщенные человеческой плотью, наделенные человеческим духом, питали глубокую ненависть к людям, охотились на них, мучили их, точка Владимир посоветовал им как можно скорее бежать из леса, направляясь к выходу из леса. Там, если бы они могли добраться до деревни, они были бы в безопасности. Однако он сказал, что им следует поторопиться, потому что приближается ночь, а ночь – время темных существ, точка после того, как он показал им направление, пожелал им успехов, исчез, точка прислушиваясь к его словам. Альпагу и его спутник решили оставить все свое земное бремя позади. Они отказались от походного снаряжения, палаток, всего, что облегчало им жизнь, но на данный момент является лишь бременем. Они взяли с собой предметы, наиболее необходимые для выживания, и побежали к выходу из леса, полные надежды точка, но время действовало против них. Солнце таяло на горизонте. Небо окрасилось в вечерний багрянец, а лес погрузился во тьму, отдавшись ночи. И вместе с этой тьмой начали пробуждаться, и темные существа точка, устремляясь к выходу, они были сбиты с толку размерами и лабиринтной сложностью леса. Они потеряли дорогу, которую показал Владимир, почти заблудились в глубине леса, точка, лес становился все страшнее с каждым шагом. Вокруг них поднимались жуткие голоса темных существ. Они осознавали людей и наблюдали за ними, следили за их шагами, приближались точка, они продолжали бежать, но их тело поддавались усталости. У них перехватывало дыхание, болели ноги, каждой клеточкой они хотели остановиться. Но остановка означала их конец, точка, внезапно посреди дороги появился вампир. У этого бледного, тощего существа был ужасный вид с длинными черными волосами и острыми окровавленными зубами. Его красные глаза безжалостно смотрели на них. Вампир быстро атаковал их точка, альпагу попытался противостоять вампиру, размахивая ножом в руке. Но скорость вампира была сверхчеловеческой. Он одним махом схватил и сломал нож альпагу, и схватив его за шею, начал высасывать его кровь, точка его друг немедленно предпринял действие, чтобы спасти альпагу. Он ударил вампира палкой в руке. Вампир застонал от боли и отпустил альпагу. Однако его внимание сразу же переключилось на его друга, и он собирался укусить его, в это время в воздухе раздался выстрел. Вампир умер, упав на землю кровь, текущая из его груди, светилась в темноте точка, когда они повернули головы, то увидели Владимира. С винтовкой в руке он стоял перед ними как неожиданный спаситель. «Привет», – сказала она, улыбаясь. «Я нашел вас. Вы в порядке». «Владимир», – они воскликнули. «Вы нам помогли. Большое спасибо, точка. Ни за что, это мой долг. Я должен был защитить вас, точка». «Почему?» «Потому что вы особенные. У вас есть сила, которой боятся и убегают даже тёмные существа. Вы можете уничтожить их, точка». «Что? В каком смысле?» «Я расскажу тебе позже». А теперь нам нужно выбираться отсюда. За нами могут охотиться ещё более тёмные существа. Следуйте за мной, я отведу вас в безопасное место, точка». Под руководством Владимира они нашли выход из леса. Вскоре они прибыли в небольшую гостеприимную деревню на опушке леса. Жители деревни встретили их любопытными взглядами. Владимир сказал им, что они могут остаться здесь. Жители деревни дружелюбной точка наши герои с благодарностью поблагодарили Владимира. Владимир предложил им немного отдохнуть, а затем встретиться с ним. Он указал им, что им есть о чем поговорить, о силе, которой они обладают, и о планах тёмных существ. Хотя они были полны любопытства, в первую очередь им нужен был отдых. Они решили подождать Владимира, точка проснувшись от сна. Они встретились с Владимиром. Он отвёл их в простую и скромную хижину за пределами деревни. Эта хижина была жилым помещением Владимира, внутри было полно книг, карт, оружия и различных предметов. Владимир велел им сесть и предложил выпить. Они с радостью приняли это любезное приглашение, точка стоя перед ними, Владимир заявил, что придаёт большое значение их словам. Сила, о которой он говорил о них, звучала для них почти как мифологический эпос. Он говорил о силе, которой боялись тёмные существа, но которая могла существовать в легендах. Тот факт, что они заявили, что способны уничтожить этих существ, удивил и глубоко тронул альпагу и его друга. Идея о том, что они обладают такой силой, казалась невероятной. Мысль об уничтожении тёмных существ казалась им далёкой и недостижимой мечтой. Перед лицом этих заявлений Владимира было неизбежно, что они попросят у них объяснений, точка Владимир объяснил им, что они являются носителями света. Это была врождённая, редкая способность, способность, которая позволяла видеть слабое место тёмных существ, защищаться от них и атаковать их. Эта способность была для них светом, проводником в войне с тморь. Для тёмных существ свет был злейшим врагом, сила, которая сжигала, причиняла боль и уничтожала их точка, когда они узнали, что носители света – редкие и загадочные существа, которых мало, а их личности держатся в секрете, альпагу и его спутник были поражены этим фактом. Узнав, что тёмные существа ищут их, пытаются найти и уничтожить, это ещё раз напомнило им о важности и опасностях силы, которую они несут точка, когда Владимир рассказал им о происхождении их сил, о том, что их предки также были носителями света и что они сражались с тёмными существами. Это знание дало им возможность открыть для себя гордую часть своего прошлого. Героизм их предков вдохновил и воодушевил их в этой борьбе, точка говоря о планах тёмных существ, уничтожить человечество, о своих намерениях захватить мир, Владимир сказал им, что на них возложена задача остановить эту угрозу. Хотя эти мрачные новости глубоко потрясли альпагу и его друга, они также дали им цель действовать и бороться, точка хотя поначалу идея борьбы с тёмными существами казалась им тяжёлой и невозможной, под руководством Владимира они согласились принять участие в этой борьбе. Доверие Владимира и обучение, которое он им дал, дали им силу и знания, необходимые для выполнения этой сложной задачи, точка Владимир познакомил их с искоркой, основным оружием носителей света. Эта могущественная материя была самой большой угрозой для тёмных существ и обладала способностью уничтожать их. Место, где было обнаружено свечение, были полны тайн и могли быть обнаружены только носителями света, точка они под руководством Владимира отправились в путешествие, чтобы найти и использовать свечение. Они научились получать, хранить и использовать блеск. Блеск в их руках мог стать оружием, щитом или даже бомбой, точка Владимир предупредил их, чтобы они использовали блеск с умом и экономно. Он подчеркнул, что это сильно действующее вещество следует использовать только в самые необходимые моменты. Вооружившись этой информацией, они приготовились к битве, узнав, что тёмные существа собрались глубоко в лесу и собираются напасть на деревню. Борьба была неизбежна, и они были полны решимости идти по пути своих предков, чтобы защитить человечество и спасти мир, точка эта эпическая история рассказывает о победах храбрых носителей света, преодолевших тёмные сущности над трудностями и тмой. Под руководством Владимира Альпагу и его спутник обрели знания, мужество и силу, необходимые для преодоления тёмных существ. Их история символизирует борьбу с тмой, совместную работу и силу света, который несёт в себе точка количества, и сила дек существ были одними из факторов, которые сделали их практически непобедимыми. Но мудрость Владимира, его стратегия и храбрость носителей света светили его путь к противостоянию этим тёмным силам. Они сражались не только физической силой, но и разумом, стратегией и силой света внутри них, точка освобождения деревни привела к поражению тёмных существ. Эта победа стала маяком надежды не только для деревни, но и для всего человечества. Храбрость цветоносцев, руководство Владимира и единство крестьян показали, насколько это важно в борьбе с тмой, точка благодарность и любовь жителей деревни принесли признание их героическим действиям. Гордость и благодарность Владимира за них укрепили ценность того, что они сделали. Дружба и уважение между ними представляли объединяющую декоммунизирующую силу этой тяжёлой борьбе точка лес стал местом, где их приключение началось и закончилось. Лес дал им возможность исследовать, развивать и делиться своими способностями. Они лучше понимали себя и друг друга в глубине леса, точка эта история рассказывает о том, как приключение может изменить жизнь, как можно найти свет, борясь с тмой, и что победа возможна даже в самые отчаянные моменты. Носители света спасли не только свою деревню, но и мир внутри себя. Их история останется вечным напоминанием о силе мужества, надежды и света. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok